Я Лариса Бузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Маруся, Юля и Алена. А жених у нас Михаил. Проходите. Михаил. 35 лет. Оставил свою жену ради телеведущей Ксении Бородиной. Но спустя три года отношений расстался и с ней. Михаил в прошлом начальной криминальной полиции. Сейчас занимается бизнесом. Увлекается горными лыжами и читает психологическую литературу. Мечтает сняться в фильме у Тарантино. Гордится сыном-отличником. Предупреждает, что его кошка не потерпит в доме других животных. Михаил не свяжет свою жизнь с ревневицей, лишенной чувства собственного достоинства и женской привлекательности. Женится на гламурной девушке модельной внешности, которая уедет с ним в загородный дом и родит ему красавицу-дочь. Михаил, Тарантино круто. Правда. А что вы сделали для того, чтобы к своей мечте приблизиться? Ничего, наверное. Да? Миш, ну у вас же без диоптрии очки. Ну снимите, ну я буду к вам ласк... Так не вижу вас, не понимаю, не чувствую. Я потом в процессе сниму. Снимите, обещаете. Да. Для меня, да, вообще глаза это зеркало души. Ну как это такое, да? Итак, Тарантино круто. Да еще расскажите про Тарантино. Ну и какую роль вы себе там присмотрели? Роль, я не знаю, мне интересна любая роль. В принципе, в фильме Тарантино. Потому что это экстрим у него всегда, это накал страстей, эмоций. А мне не хватает в жизни эмоций. Ну опасно, типа уж такое опасное. Я люблю опасно. Я знаю, да. Я люблю экстремальный. А вы же милиционер в бывшем, да? Слушайте, клювая мужская профессия. Практически 10 лет я отдал уголовным розыску. В общем, наверное, форма шла просто. Идеально. Вот вы представляете, я сидел в Казахстане. Я-то представляю. Заходят вот такие вот женщины и говорят, вам бы в кино сниматься, а не здесь сидеть. А, то есть это вам вот эти посетительницы голову-то заморочили. Причем приезжали, брали интервью там про всяких маньяков и даже корреспонденты. Что вы здесь делаете? И потупили от вашей красоты, да. Что вы здесь делаете, да. Вам надо идти к Тарантино. Правильно. Ром, а вы не коллега случайно, нет? Нет, я не коллега, но в параллельной структуре я работал. На самом деле, друг, между прочим, тоже очень интересный молодой человек. И что же такое приключилось, ну вот кроме того, что они вас все говорят, идите под камеры, не в этом смысле, а вот под софиты, идите, идите, Миша, не место вам здесь. И вы бросили все и пошли в реалити-шоу. Нет, ну вот случилась ситуация, просто по жизни я очень, в принципе, одиозный. Не знаю почему, но ко мне у всех идет конкуренция. Сами не догадываетесь, почему? Ну не знаю, может быть, как есть красивые женщины, которых не любят, а есть такие же красивые, успешные мужчины, которых тоже не любят и пытаются всякими способами навредить, ну, чтобы принизить и самим возвыситься. Если человек яркий, всегда ему все завидуют и начинают палки в колесах. Из полиции я ушел, ну, грубо говоря, немножко меня позавидовали и подставили. В итоге я оказался... На улице. На улице, да. Но более того, я не знаю, рассказывайте это, не рассказывайте. В отношении меня возбудили уголовное дело, то есть мне грозило от 7 до 12 лет колонии. Меня что-то в нем вот напрягает, я не могу понять, что вы... Вы ждали, что вас придут, арестуют? Я был под подпиской, а не в выезде. К тому времени вы же мал-то, вы же были женаты, у вас рос ребенок. Нет. Я уже был разведен, уже давно, но мы поддерживали отношения. Ну, сын рос, сын маленький. Сыну было, ну, сколько, 5 лет. Хорошо. Откуда нарисовалась Бородина? Кто кого куда привел? Она вас пригласила в это реалити? Или вы там с ней познакомились? Я пришел, люди ахнули, как всегда. Вот они, вау, такой человек к нам пришел, приехал на такой крутой тачке. А вы москвич? Так, это, да. Я из Люберецка, ну, из Подмосковья. Ну, Люберецкий, ты к нам нагрянут. Приехал, да, все там, такой-такой мужчина. А, я Ксюшу встретил там в холле. А вы ее знали? Нет, чисто случайно, ну, знал визуально. Он брутальный, правда. Он брутальный, спортивный. Я ее встретил, покорил сразу же. А вы туда шли работать ведущим? Вы хотели, да? Просто участник. Ну, каким ведущим? Мне через три месяца семь лет. Каким ведущим? Я хотел просто, это было начало лета, потусить лето. Вот три месяца на браке. Ну, все, поняла. И у вас, что там, закрутилось, да? Закрутилось, завертелось. А вы знаете, что у нас была ваша жена на программе? Да. Да, давайте посмотрим кусочки. Я хоть вспомню. Вы жили-были со своим мужем. У вас родился ребенок. Вы с ним не разводились. И вот вы однажды смотрите по телевизору и думаете, наверное, у меня глаза лопнули. Мой-то, мой-то. Ух ты, а что это там делается на телевизоре? А он же не просто абы к кому. А к кому? Самой Ксюше Бородиной. А это кто? А вот это Нишенька наш, да? Да. Фамилию будем называть? Не будем. Когда она со своим развелась, он ее утешил. И вот они туда-сюда их сейчас колбасят. Но вот она сказала, Ксюша, денег у тебя нет, он же не зарабатывает. Ну, здоровый мужик на проекте. С пацанами там, с малолетками. А она там следствие было. Что-то чуть не засудили. Да что? А кто-то, кстати, за адвокат платил? Вы или Ксения? Она утверждает, что она. Я просто хотела его поддержать в последний раз, как бы, в суде. Слушай, у вас спросила об этом? Я еще ему привезла документы, которые он просил, ему нужно было для суда. Ну, и заодно приехала она. Посмотреть на Бородину. И вот она к вам подошла, это Бородина, и говорит, это ты, что ли, его бывшая, да, сквозь губу? Нет, почему? Просто подошла и познакомилась, что Ксения... Вы у нее автограф взяли? Нет. Сфотографировали так? Нет? На тот момент, когда вы шли в реалити-шоу, вы были женаты. Это тоже вранье? У нас были отношения... Мы еще до сих пор женаты по отношениям. Она... Так, у вас официальный штаб стоит? Нет. Разлучница всех моих отношений. Потому что во всех моих отношениях на протяжении 10 лет с женщинами присутствовала Кристина. И сейчас она присутствует в моей жизни. Блин, значит, что соврала? Вместе мы жить не будем. Давайте уже, я не могу, подождай. Я и так ничего не понимаю. У меня плавится все. Кто кому кто? Откуда кто взялся? Кто такая Бородина? Кто она? Расскажите мне. Она одна из ведущих. В чем она супер... Что она такого в жизни сделала? Откройте любой таблоид. Ксения Бородина, Ксения Бородина, Ксения Бородина. В поиске забивайте К, выскакивает первая строчка. Ксения Бородина. Ксения Бородина. Ксения Бородина. Образ собирательный, естественно. Публичный, известный человек, плюс там ведущий. Для меня что-то это новое. И у нее тоже к тому моменту уже был ребенок, да? Да. У вас случилась любовь? Да. На программе. Она была понарошку для нас, для зрителей или для ваших сердец, душ? Как это было сегодня? Я не могу сказать за Ксению, но я как бы любил по-настоящему. Ну, в моем понимании любви... Вы стали вместе жить, ездить отдыхать? Ну, как себе обычные люди. Как это делать? Нам раздельно жить, что ли? А вот претензии, как вот это... Она мне рассказывала, ну, хотя я тоже на ее стороне в этом отношении. Правда, у меня не было такого. То есть вот вы, ну, у вас двое детей. Ну, по их. Она больше, она больше зарабатывала, как вы. Ну, понятно, ну, чего мы это отрицать будем? Понятно, да? Это уже в процессе. Понятно, за ее счет, по сути, в общем-то. Ну, потому что вам только, может, на себя хватит. Вы еще берете ребенка. Почему? А что тогда обижать своего ребенка? Она, по сути, четверых на себе. Почему вы считаете, что за ее счет? Я не пойму. Это кто вам сказал-то? Как кто сказал? Ну, я просто знаю. Миш, я в теме. Один человек вливает вам в уши информацию, и вы ему верите. Знаешь, мне... Кто первый пожаловался, тот и прав. Нет, Миш, мне такие люди говорили, которые жаловаться не будут. Более того... Ну, давай, ты будешь отрицать, что ты ходил с ней на определенный... Из меня сделали уже, понятно, там, какого-то Альфонса. Но это основано на чем? А как это называется? Если ты идешь на мероприятие с женщиной... Если я 10 лет отработал в долгом возрасте... И потом просишь половину гонорара ее, это как называется? На каком мероприятии? Ну, ты сопровождаешь ее на мероприятии. Ты мне не рассказывай. Послушай, я скрипятся... Это с ее слов? Это с чьих слов? Ну, я не буду на это называть людей. Ну, хорошо. В общем, она утверждает, что вы лежали за ее счет, что вы ездили отдыхать вместе. Ну, а руку поднимали? Отрицать будешь? Не били ее. Вы знаете, что... Если вы видите, что мужчина унижает женщину, знайте, что мужчина унижает в женщине мужика, а не в женщине. То есть ты хочешь сказать... Я тоже мужем битая, понимаешь? Соответственно... Ты хочешь сказать, что ты Ксюшку не трогал? Пальцы не трогал, только на руках? А битая почему? Вы ведете себя как мужчины. И, соответственно, становитесь на один уровень, как мужики. Значит, нас надо учить, да? О, боже, какой ужас. Вы ездили вместе отдыхать, она вас соревновала, что вы слишком много уделяете времени своему ребенку, а не ее. Но это так было на самом деле? Что вам было на ее ребенка наплевать? Вы поймите, 360 дней в году я с ее ребенком. Соответственно, своего ребенка я вижу там в 100 раз меньше. То есть ее обвинения в ваш адрес были напрасны? Естественно, мы приехали на отдых, я вижу, что он плавать не умеет. Я, естественно, взялся, научил его плавать. Что мне еще делать? Ну, конечно, но если она ожидала другого отношения, значит, нужно было на берегу расставить все точки и сказать, не бери, Миша, я ему не хотел, чтобы ты ехал со своим сыном. Хотелось бы понять, насколько он хороший отец. Сколько вы времени с ней были в отношениях? Три с половиной года. А почему не женились? Не хотел. Вам нравится быть медийным человеком? Ну, как сейчас говорят. То есть вы этим зарабатываете деньги? Сейчас я планирую заниматься этим. Просто... Этим чем? Ну, в сфере шоу-бизнеса. Не очень мужское, на самом деле, занятие. Мне это интересно. Роман, а вы не перешли в шоу-бизнес? Вы также занимаетесь вот своим делом мужским? Нет, я своим уже не занимаюсь мужским делом, я в запасе. Я перешел просто в бизнес, без шоу-приставки. Ну, бывает, мне нравятся други. Да, а тебе уже и друг нравится. Слушай, а вот квартирка у тебя, ты же это, в Раменском, как она досталась-то тебе? По наследству. Ну, послушай, ну, Миша, ну, давай, а? Ну, прям как-то мне это же по возрастному. Выиграли дом, дом выиграли и попилили. Что, неправда, что ли? Так попилили эти деньги, попилили. А при чем? Это родительская квартира. Ну, а какое наследство-то? Родительская квартира. У меня все родители умерли. Скажите, почему? А куда люди деньги тогда? Деньги в банке лежат, что, на счету. А, ну, так я прошу, что-то нищие или не нищие? Скажите, пожалуйста, так с Бородиной что вы расстались? Три с половиной года. Вы ее любили. Вы говорите, она любовь всей вашей жизни. Ну, прошла любовь всей моей жизни. Давайте так. Поскольку, не знаю, ни ее, ни вас, я буду говорить. Значит, говорят, что вы пришли в это реалити-шоу, потому что вас могли посадить. Вы за счет двух баб, то есть своей жены, за счет Ксении, за счет их денег, что вы такой грозавчик выплали. То есть они сложились, вас отмазали. Вам нужна была эта популярность, потому что не хотите работать, ничего не хотите делать. И с Бородиной у вас, типа, это вышло. Сейчас вам она уже не нужна, потому что вы сами по себе можете. Что вы ее ободрали, что вы были альфонсом, что жили на ее деньги, что она на вас тратилась. Вот такие ходят слухи. Вот скажите, что из этого неправда. Да, мне проще сказать, что все правда. Честно. Вот уже проще сказать, что все правда. Вы остались с друзьями с Бородиной или расстались с врагами? Как вы сейчас? Она обиделась. На что? Ну, потому что я ушел. Как говорится, обиженные женщины, они могут немножко приукрасить. Это верно. Амусить мужчину более популярно. А потом идет слух такой. У нас была конкуренция. То есть ей вбили ее подруги, включая розовые, я так думаю, в голову. Такой стереотип, что если Миша вдруг всплывет, он обязательно тебя кинет. И она три с половиной года для того, чтобы меня удержать, топила, и я буду рядом, считала. А вот если я всплыву, я улечу сразу. Хорошо. Роза, скажи, пожалуйста, мне вот к тебе вопрос. А что тебе интересного в этой жизни? Вот в жизни этих людей? Что тебя с ними связывает взрослая тетя? Они же коллеги. В чем? В шоу-бизнесе, Ларис. Ну как же, надо же знать, что происходит, в общем-то. Я же не артист, как ты. Мне же с ними тоже как-то надо остаться. Хорошо. Михаил, вы сейчас действительно хотите жениться? Мне одиноко, скажем так. Я живу с ложкой. А вот какая женщина сможет выжить рядом с вами? Вы же неуловимые. Вам все время будет чего-то хотеться. Вас все время будут какие-то дальние дали манить. Скоро вам наскучит уже и свет софитов. И куда вас дальше пойдет? А женщине нужна стабильность. Ей нужно растить детей. Ей нужно просыпаться и знать, что сегодня будет день не хуже, чем вчерашний. А с вами же взрывоопасно. А вы знаете, как написано в известной книге, не думай о завтрашнем дне. Он придет и сам о себе подумает. Мы будем думать о сегодняшнем дне. А сегодня я как бы хочу жениться. Мы живем в этой реальности. А в какой реальности? Мы живем в этой реальности, что нужно думать о завтрашнем дне, если ты хочешь детей. Это вы живете, а я живу по-другому. Я думаю, что девушки придут за вас бороться, такие же простые, как я. За вас такого сложного. Поэтому нужны какие-то гаранты. Действительно ли вы хотите жениться? Хотите ли вы еще детей? Ларис, можно вас Ларисой? Ну а как, можно тетей Ларисой? Тетя Ларис. Да. Я объясню, что вы слишком повернуты на материальном. А я более духовный человек. Из-за этого мы, может быть, и с Ксеней разошлись. Потому что она... Деньги твои, знаешь, не дешевые. Она работает, работать, работать, работать. Джинсы. Когда предлагают, вот, корпоратив, сюда съездить, сюда съездить, и деньги. И ты не можешь отказаться, и ты заложник этого. Я говорю, остановись, ну все есть, квартира есть, дом есть. А что вы на корпоративах делаете? А? А что вы делаете на корпоративах? Я не делаю. Она, вот я ей говорю, хватит. Вот есть какой-то предел заработка. Вот ты зарабатываешь там миллион, мало, три, мало, десять, мало. А чем больше дают, тем больше хочется. Правда? У вас так зарабатывают, такие деньги? Ну вот, Ксения зарабатывает, да. В месяц? В месяц. У меня испортилось настроение, программа закончена. А что делает вообще вот из женщины, вот почему женщина перестает быть женщиной? Откройте глаза, почему? Да, вот, сейчас я сформулирую это, раз, два, три. Убивает женщину в женщине финансовая независимость. Как только женщина становится финансово независимой, ей уже априори не нужен мужчина. Ну, между прочим, в этом есть доля правда. Я только работаю с утра до вечера, видимо, действительно, это правда. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам в помощь диеты Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Просто ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте диетамалышевой.ру или по телефону 8 800 555 30 44. Я хочу все-таки определиться. Женщины придут сегодня, которые жаждут с вами не только познакомиться, но и за вас выйти замуж. И какой бы вы прекрасны ни были, им нужны какие-то гаранты. Вот давайте хотя бы три. Вы хотите детей? Я вот, если честно, жаждел с вами только пообщаться. Детей хотите еще? Миша. Нет. Детей не хотите? В ближайшие три месяца. Ну, никто вас подвинет, завтра же и не потащит. Приличная девушка и не ляжет с вами в ближайшие три дня. Поэтому детей пока нет. Я скажу так, у меня и сын, мне как бы еще дочку бы не мешал. Я же тоже хочу дочь. Ну, отлично. А сын сейчас сколько? Будет десять. Будет десять. А есть какие-то предпочтения, допустим, в профессии? Вот никогда в жизни не женитесь на учительнице физики, потому что у вас детские страхи. То есть все профессии для вас абсолютно равны? Если она фотомодельной внешности... Вы поймите, все из одного теста сделаны. Это человек главный какой, а профессия это... Не, Миш, ну давай не будем, послушай. Не важно. Фотомодельной внешности уже есть. Я бы ей маляр, допустим, сделал маляр, чтобы понравилось. И что? Ну, полная женщина тебе подойдет? Да. А дайте с возрастом определимся. Старшие скольки не рассматриваем? Тридцати двух. Тридцати двух. Если у нее уже будут дети. Вот тоже не рассматриваю. Объясню почему. Вот три с половиной года я прожил с Марусей. Это дочка Ксении. Я привязался. Я ее искренне любил и люблю. Но мы разошлись, и, соответственно, все. Я не могу с ней общаться. Но она прожила со мной на этом свете больше, чем без меня. Согласна. Это та мотивация. Подписываюсь под каждой буквой. Вот в соцсетях, как бы, да, я где видела Бородина. Вот он везде, с ее дочкой, постоянно. Я видела, что он играл видео, разные фотографии. С чем не будете мириться в браке? С оскорблениями. Что в женщинах противно? Материация. Я поняла про материальное. Материация. Материация, да. Да, ну я, вы мне не предлагаете жениться, понятное дело. Я просто чернородная. Но мы же замужем. Да, но не мертвая же. Вы вот тоже, вы мужественная женщина, а мне не нужна мужественная женщина. Ни одной минуты не мужественная, ни одной минуты. Я абсолютная баба, вот просто 189%. Ну, послушайте, вы же со мной даже не знакомые. И еще что? Если я, допустим, ну я не знаю, ну что. Ну какие-то увлечения. Не ухаживаю, там, под ногтями грязь. Ну это не наш случай. Да, на ком говорит. Какие-то он вообще какие-то вещи такие странные говорит. Тамарочка, а что звезды? По поводу, какая нужна женщина? Да, конечно. Только по этому поводу. В первую очередь я хочу сказать, что вы человек, конечно, полный противоречий. С одной стороны, свободолюбие водолея, стремление всегда быть впереди, что-то новое для себя узнавать, открывать. Правильно. Типичный водолей, Меркурий и Солнце водолея. Но, тем не менее, луна в раке. Она дает очень большую привязчивость к матери. Видимо, у вас с ней были какие-то не очень простые отношения, но все-таки внутри себя вот это вот состояние памяти о ней, оно на всю жизнь требует чего-то похожего. Правильно. И сейчас, может быть, бессознательно вы ищете женщину, которая похожа на нее, и будет в этом доме, как она. Но скандальная слава мужская, она вот, к сожалению, прописана в вашей карте. Вот в личной жизни вам нельзя связываться, наверное, ни с женщиной рыбой, ни с женщиной девой, потому что... С семьей рыбы и бывают. Ни с рыбой, ни с девой, потому что рыба – это любовь, но противоречие, скандалы, драки буквально, понимаете. С девой вы будете давить, вы задавите этого человека. Поэтому ищите золотую середину. Вот что-то между этим, что впишется... Как узнать, золотая середина? Это может быть рак, это может быть близнец, который по духу близок. Ой, я близнец. Весы, безусловно. Я близнец, я близнец. Я похожу. Мишань, давайте, знакомьтесь уже с первой невестой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Я Маруся. Маруся. Друзья, это Маруся называют. Ну, пойдем, Маруся. Маруся, 33 года. Заместитель генерального директора в ювелирной компании. Занимается экстремальными видами спорта, прыгает с парашютом и гоняет на спортбайке. Изобрела свой фирменный мясной пирог. Предупреждает, что у мужчины не должно быть ночных встреч без нее. Возлюбленный Маруся стал крестным отцом ее ребенка, но статус у законного мужа оказался недостоин. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Какие вы прямо все куколки. Все подружки? Подружки. А что в коробочках? Я вам подарки пять привезла. А то роза сейчас и зайдет. Все дарите быстрее. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну подарочки, посмотрите, прям со вкусом, да, она подобрала даже по цвету каждый. Это ручная работа, я изготовила их для вас сама, броши. В броши. А мне коня-то для чего? Это лошадь. И подкова это для счастья. Маруся, к вам 33 года, у вас есть ребенок. Да. Девочка симпатичная очень. Вы забеременели от московского мальчика, студента, он, естественно, пришел мамке на грудь, говорит, мам, вот девочка беременная, мама что сказала ему? А сначала, как бы, мы с ним решали жить вместе, и все, как бы, вроде нормально. Сколько вам было лет? Мне 25. А ему? Ему 24. Угу. Вот, и после того, как он пообщался с мамой, он мне начал писать и говорить, Марин, делай аборт. А я ему сказала то, что аборт я делать не буду, как бы, я тебя ни к чему не принуждаю, ты можешь жить своей жизнью. Вот, в итоге, как бы, он не приставая меня просто этими сообщениями засыпать и говорить всякие, такие неприятные слова, что ты можешь дать для ребенка, вот вы приезжие, приехали сюда, чтобы там москвича зацепить, и, как бы, квартиру, все такое. А он о контрацепции ни сном, ни духом, живя в Москве, да? Нет. Вот. И вы тоже, судя по всему. Ну, как-то... Влюбилась она, ну что, такая ситуация была. Голову снесла. Молодая. Влюбилась. Она даже таким же простым языком разъясняется, так же, как и жених. Вы родили ребенка, он видел его? Он видел его случайно, я когда приехала в Москву, ребенку было три месяца. А сейчас где живете? В Москве. В Москве живете? А откуда появился крестный вашего мальчика? А с крестным мы познакомились на дне рождения подруги одной моей. Вот. Он мне случайно всунул визитку и говорит, позвони. Ну, я ему два дня не звонила, а потом думала, дай-ка наберу. Вот. Набрала, и все как бы у нас так закрутилось. А вы его пригласили в качестве крестного, потому что он стал вашим любовником? Нет, мы начали с ним жить, это потом уже. Он крестил моего ребенка. И все было хорошо? Да, все было. Он был очень обеспечен, жил на Рублевке? Да, мы жили там, за городом, потом неудобно было на работу ездить. А кем вы работали? А я тогда в ресторане работала. Скажите, пожалуйста, все хорошо складывалось с ним? К ребенку относился хорошо? Да. А почему однажды вы приехали к себе и вас охрана на Рублевке не пустила? Нет, не так все было. А как? Я ехала домой, а у нас, когда приезжают гости, мне звонит охрана и говорит, к вам в гости. Я звоню ему, он не отвечает. И полчаса осталось до моего приезда, я приехала, и что я увидела? Всю эту поляну, бутылки, бычки. Вот. Я спрашиваю, кто здесь был. Он, ну, компания, друзья, подруги, все такое. Я открываю свой ноутбук и вижу страницу девочки. И я сразу поняла, кто здесь был. Мне кажется, он не очень внимательно относится, к ней закрылся. Да, он закроза. А он что, вам давал, этот, крятую верность, что ли? Нет, нет. Ничего вам не обещал? Практически облагоденствовал? Ребенка было куда положить, чем накормить? Вам работу дал? Ну, я думаю, что-то копилось, наверное. Да, девчонки, помогайте. Наверное, это было не единожды. Хорошо. А продюсер когда появился? А продюсер появился после того, как я узнал, ну, обнаружила вот эту всю картину. Мы с ним переписывались в соцсетях. Ну, и вы себе позволяли, видите, во время того, как проживали с мужчиной. Нет, нет, этот продюсер, он знал, что я живу с мужчиной. Мы просто с ним на дружеской ноте общались. Ну, какие могут быть дружеские отношения у меня с Мишей, с Ромой? У меня могут быть только бывшие... У меня могут быть дружеские отношения с бывшим Димой Нагиевым, потому что все было сто миллионов лет назад. Это уже когда в прошлом все есть, о чем и справиться, как там дети, там, бла-бла-бла. Девочки, вы верите вот в дружбу между мужчиной и женщиной? Мне кажется, это такое очень часто, да? Дружба, да, существует. И вы ушли к продюсеру? Да. А, ну, так понятно, если же. И с продюсером прожили четыре с половиной года? Да. А там почему он не женился на Васе? Не, почему? Он мне делал предложение, мы в сентябре должны были пожениться. А почему не поженились? Ну, после измены... Тоже изменил? Да. И, как бы, я ему говорила, если ты изменяешься, изменяй так, чтобы я об этом не знала. Он, какая глупая. Не надо такого было говорить. Это была самая большая штука. Настя, помогайте. Вы очень похожи на девушку моего сына, безумно. Я думаю, почему вы мне так приятны? Почему я на вас так так смотрю? У меня подруга, кстати, нравится, Беленькая. Смелирование? Да. Я ее сразу запеленговала. Вас устраивает то, что Михаил сегодня практически ничем не занимается? Он себя ищет вот в 34 года. Не, ну каждый человек себя ищет. Все, спасибо большое. У вас есть три бонуса. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна. Что вы выбираете? Свидание. Подарок потом? Подарок? А давайте, дайте ему сначала подарок. Да, давайте подарок подарим. Насколько я знаю, что ты любишь экстрим, и люблю я его. Вот я решила такой маленький скромный подарочек подарить. Полет на вертолете. А сейчас... Это все-таки пентай. Да, проходите, пожалуйста, и пообщайтесь. Как вы там будете на вертолете? Это нам уже приготовить? Нет, это нам уже. Ой-ой-ой. Попили? Попили? Ох, на мать. Это я так хотела передать мне чашку. Ну у нас что, свидание или что? Ну может просто пообщаться с ней. Обязательно свидание. Послушать. Так как я поняла с ребенком тебя останавливать. Ну у меня была ситуация, как бы это очень сильно травмировало, ну наложило отпечаток на, в принципе, и на мое сердце, и на мою там может быть психику. Потому что на самом деле, когда ты привязываешься к чужим детям, и если у родителей, грубо говоря, ничего не получается, они расходятся, получается, что своего-то я могу видеть, да, периодически, а здесь прав нет никаких, и поэтому это все, пока. Чуть быстро прям выскочу оттуда. Все, девчонки, забирайте свою подружку. Вы уже все подарили. Пойдем, проходите. Ну просто куколки. Одна другой краше. Ну что, никак даже после того, как пообщались, ребенок будет мешать? Мы пообщались как раз на эту тему. Я сказал, что, как бы, и так уже есть один рубец на моем сердце. У него осталось еще рамо, да. Может, чувство к ребенку осталось, а не к бородиной. Рома, а вам, в принципе, понравилось, Маруси? Мне нравится, когда поставлена речь у девушки. Есть вопрос. Мне нравится, когда девушка уверенно себя чувствует, ну, вообще в чем-то, неважно. На студии, дома. А здесь я не увидел такого. Это, опять же, повторюсь, мое личное мнение. Ну а то, что у нее есть ребенок, это, конечно, замечательно, но не в данной ситуации. Здесь будет тяжело. Мне друг его, кстати, нравится. Вы не настолько обеспечены по представлениям Маруси. А вы же, как его зовут по-настоящему? Маруси, что ли? В паспорте Маруся? Ну, какая тебе разница, Маруся и Маруся? Ну, как хочется паспорта. Ну, что Алена Сверидова в 65 лет. Алена, тебя не смущает. Не, ну Маруся как маленькая девочка. Ну, ладно, бог с ним, хорошо. Соответственно, у вас нет столько денег, Миша, как бы вы там не стебались на эту тему и так далее. Потому что я, как говорится, видела ваши финансовые... Отчеты? Не знаю. Да. Она параллельно работает в налоговой. Откуда? Я вот не могу понять. И она для вас тоже не является равноценным партнером, даже не потому, что у нее, в общем-то, ребенок и так далее. Просто она не дотягивает. Понятно, что Маруся со своим ребенком должна встать на ноги. Самой колотиться. Ты сама знаешь, что такое, да? Женщина, я была матерью-одиночкой, это очень тяжело. Перестаешь быть женщиной? Должно повести. Вот и все. Поэтому ей нужен мужчина надежный. Вы таким не являетесь. Вы себя ищите. Потом вы правильно сказали. Вы хотите додать пацану то своему ребенку. Уже нашел. Понятно. О, боже мой. Маруся, несмотря на то, что она показалась вам неуверенной, она на самом деле человек очень уверенный в себе. Они такие уж и простые, да, Марина? В тихом умке в чем сегодня? У них физическая совместимость очень хорошая. Да не хочет он ее из-за ребенка. Вам никак не хочет. Вообще я рассказываю астрологический анализ. О том, что мы спрашивали... Да откуда вы знаете, что я ее не хочу? Может, я ее хочу? Так у нее было двое таких, которые хотели. Да не женились. Давай поженимся вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Тамара дадут вам совет в любое время. Пока реклама. Это Давай поженимся у нас в студии Михаил. Встречайте невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Слышала рекомендации по поводу знаков зодиака. Я близнец. Юлия, 21 год. Студентка, будущий инженер по микроэлектронике. Финалистка конкурса «Мисс Россия». Вышивает гладью, владеет техническим английским языком и ведет дневник. Гордится длиной своей косы. Мечтает родить дочь. Юлия терпела выходки своего возлюбленного до тех пор, пока он не вынудил ее прыгать на кастелях до магазинах. Надеется, что Михаил не будет играть на ее чувства. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия, а вы впервые видите Михаила или следите за его жизнью? Не слежу, но вижу не впервые. Ой, молоденькая такая. Милашка-малышка. Ну, наш жених, я думаю, не менее сраптивый, чем ваш бывший. Расскажите, что там за выходки он себе позволял. Во мне создавали кучу комплексов, что я некрасивая. У меня неправильные там внешние какие-то данные. Что вы толстая? Да, кстати. Это вот при такой фигуре, да, толстая? Да. А не говорю, что вы лысая? Нет. Потому что вы такая толстая, как вы лысая, поэтому... Ну, хорошо. А когда выяснилось, что он оказывается женат, и у него при этом еще 10-летний сын? Спустя полгода наших отношений. Так это было сказано внезначай. Ему было так удобно, весело, что я моталась в каждую его командировку. Постоянно, по возможности, была рядом с ним. Ну, такая походная жена. Да, удобная девочка. А у вас не смутилась, когда вы узнали, что он женат, у него ребенок. Почему не бежали от него? Любила. Очень милая такая девчушка. Мне она очень нравится. А как ваши родители к этому относились? Мама относилась к этому изначально негативно, она была против этих отношений. А в дальнейшем она... Путруль любовницы. Мама ваша понимала, что он никогда на вас не женится, что у него уже есть семья, вы могли забеременеть. Я не была любовницей. А кем вы были? У него был штамм в паспорте, то есть официально он был женат, но он не жил со своей женой и со своим ребенком. А в какой роли, какая роль у вас была? Вы говорите, не любовница кто? Я до сих пор не понимаю, кто. Кем я была, я до сих пор этого не понимаю. Ну, любовница. Не пойми. А что, красивый был? Ну, как Мишанин наш. У меня такой же, он тоже красавчик. Да он прямо такой же. Вот все такие. Высший. А кто? Юра-то? Да. А что, одно лицо? Да ну, надо с переломанным носом. Что? Да, конечно. Ты еще сейчас заступись за него. Я не буду заступать. А что там за история с костылями? Я вернулась в свой город по делам и сломала ногу. Случайно оступилась, упала с каблуков. Оступилась, сломала ногу. Это как раз был мая месяц. Сессия, день рождения, буквально через пару дней. И он приезжает, и ужин готов. Юля, как принеси стаканчик водички. А может быть, нальешь? И все в таком духе. И когда он уже уезжал, бегом скорее обратно в Москву. Он мне, я попросила его довезти меня до магазина. Он находился буквально около дома. Нужно было купить продукты, чтобы было удобно. Он мне говорит, а вызови себе такси. Это очень драматическая история. Я практически сдерживаю себя, чтобы не зарыдать. Я уже на таких нервах. У меня просто трясучка. Это правда. У вас очень тяжелая судьба. В 21 год такое пережить. Это я не знаю, кто бы еще справился, Юлечка. Нотки сарказма слышу в вашем голосе. Вот мне нужна такая женщина, которая пришла к девушке и сказала, я вот его бросила, он мне нахрен не интересен. А приходит, меня кинули, мне изменили, мне это, мне то, мне все. Мне априори уже это не интересно. Мне нужна женщина, которая наоборот постоянно кому-то изменяет. Которая нахрен послала всех. Порвалась, говорит, я лучше всех. Понятно. Поэтому у вас осталось два бонуса. Потому что я очень тоже властный и сильный. Да, девочки, в студии обстановка уже накалилась. А у нас есть, кстати, видео, вот Роза подсказывает. Давайте посмотрим на видео. Как вы похожи, девчонки, вот как ты похожи с моими племянницами. Вы все такие все выкладываете. Все одинаковые. Я проснулась, я легла, я с яблочком, я с ножом. Побудьте еще юной девушкой, побудьте маленькой, рано вам еще замуж. Ну, совсем, ну, глупындер. У вас два бонуса осталось. Здесь семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Давайте, может быть, это вас возбудит как-то, ну, в хорошем смысле. Может быть, вы что-то узнаете, что, оказывается, она прямо перешагивала через случай. Возбудить здесь вы только меня, может. Оскар, дядя Оскар. Что это? Вы мечтаете об Оскаре? Нет. Или он у вас уже есть? Оскар. Оскар. О, ты Оскар. О, ты Оскар. Пойдем. Оскар. Французский. Вы дарите эту собачку? Нет, у меня кошка дома. Мне что, я боюсь собак? Я кошачник. Почему это скелет-то, а? Ну, какие у нее скелеты в 21 год? О чем вы говорите? У нее был один неудачный любовный опыт. Это, если она его не придумала. А сюрприз есть какой-нибудь? Да, но для этого мне нужно переодеться. Переодевайтесь. Спасибо. Уже сразу видно, как он относится к женщинам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так же, Пархайчи. Спасибо вам, друзья мои. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Роман, ну вот смотрите, деток нет у Юли. Молодая. Ребенок еще? Да, я считаю, что для Михаила она слишком молода. Хорошо, что вам не нужны малолетки. Это приятно, что все-таки вы видите и оставляете ей для нее же самой, чтобы она набиралась опыта где-то в другом месте. Это приятно. А звезды? Я хочу в первую очередь сказать опять, вы ложное впечатление сложили о ней. Девушки приходят скромными, но на самом деле их потенциал кроется внутри, потому что она очень сильна, она способна переживать неприятности, препятствия, подниматься из праха. Она человек увлекающийся, влюбчивый, любящий, но импульсивный. Я разочаровалась, честно говоря, в этом человеке однозначно. У вас есть еще одна невеста, пожалуйста, познакомьтесь с нами. Привет, я Алена. Очень приятно. Я Михаил. Очень приятно. Алена, 29 лет. Актриса, певица, телеведущая. Мечтает преодолеть страх высоты и совершить прыжок с парашютом. Гордится тем, что помогает дому малютки. Предупреждает, что слишком вспыльчиво и прямолинейно. Бывший муж не смог смириться с растущей популярностью Алены. Не выдержав тирании, девушка подала на развод. Надеется, что Михаил не будет ревновать ее к работе. Здравствуйте, красавица. Здравствуйте. Ларисочка, это вам весенние цветы. Вы у нас тоже близнец, как и я. Это цвет близнецов. Тамара, да. Вам белый. У меня с таким цветом со всем. И розочка, да. С красными тюльпанами. Алена, а вы когда знакомились с будущим мужем, вы еще не были популярной певицей? Нет, еще не была. А чем тогда вы? Я работала в фотомодели, работала. То есть это вот была та самая любовь. Сколько вам было лет? Мне было 17 лет. А ему? Ему тогда было уже нормально. Ему 100. Он 17 лет меня старше, да. И, к сожалению... Почти 40. К сожалению, он был тогда не свободный. Правда, он очень умный, разумный мужчина, да, был и есть на данный момент, да. Он не сказал, что он женатый. Потому что, конечно, тот факт меня бы очень сильно испугал. А кто заговорил о брачном контракте? Это уже потом, когда у нас отношения стали развиваться, все. Он первый заговорил. Хотя, в принципе, я спокойно эту идею поддерживала. Слушай, как можно додуматься до брачного контракта, когда ты... 17 лет, а? Какие пункты входили? Что в случае чего? Ну, во-первых, конечно, так как он очень хотел деток. И, в принципе, я, конечно, тоже планировала детей, да. Он очень хотел, чтобы у нас были дети. И меня как-то простимулировать. То есть у нас был пункт, что обязательно должны быть дети. Из-за каждого ребенка что вы получали? Так их нету или есть? У нас, знаете, вот я там слушаю, мы так внимательно с моими подругами, да. Вот, вас дети как-то смущают. Ну, пусть они вас не смущают, потому что дети это вот исключительно мои дети. Так сколько получил? Ладно, давай. У меня один ребенок, девочка у меня. Нет, сколько ей? Сколько получили денег-то за дочку? Ну, там вообще по брачному контракту 60% от нажито в имущество. Плюс еще то, что записывалось во время брака. Но, в принципе, я и замуж выходила, как я всегда говорю, то есть они в ситцевом платье. То есть у меня как бы хорошие родители, приличные. У меня там была своя квартира, своя машина. Да, Аленочка, ребенку сколько лет девочке? Семь лет. Семь лет. И так вы живете, все у вас хорошо, и вам приходит в голову идея запеть. Ну, не то, что там приходит. Я всегда занималась вокалом, музыкой. И он стал вкладывать в вас деньги. На что он надеялся? Вот вы говорите, он на что надеялся, что вы бездарная, что у вас ничего не получится. Он вам как бы, ну, бросит вот такой кусок, типа, ну, да хорошо, вложу в тебя деньги. Ты все равно не станешь никакой звездой. Может быть, я согласна. А на что он надеялся вкладывать деньги? Конечно, что появятся поклонники. Ну, по принципу, знаете, наверное, Лариса, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Наскучил, надоел. Поняли, что жизнь с молодыми, с яркими. Он очень, знаете, он очень деспотичный, да, такой. Вдруг стал. Он был деспотом. Нет, он был деспотом. Но когда вот эта тирания уже постоянно стала, вот эти вот расспросы, почему там поздно приехал, ну, как объяснишь, например, там у нас съемки, да, там клипы там допоздна, или еще где-то я там что-то на съемках задерживаюсь, какие-то вот эти мероприятия. Хотя я совершенно... Изменяла? Я совершенно не ту словно. Изменяла? Были романчики? Нет, нет. Увлечения были? Ален, нет, нет, я не поменяла, то, что там пишут в прессе, даже и не слушаю. Я не читаю никакую прессу, я знаю, ты знаешь. А что пишут в прессе? Ну, там всякую ерунду пишут, даже не стоит читать. Как это? Я, например, про вас Михаил тоже не читаю. Увлекалась, влюблялась. Я не хочу даже знать, что пишут. Кто-то нравился? Нет, ну, понятно, может быть, на съемочной площадке какие-то симпатии были, да, вот. Ну, молодость, все было. Все было, у меня настолько... Вы проживали жизнь молодой женщины. У меня настолько... А Дульма ждал старче, ну и богатый, ну и вложил уже. Ну, ладно, старче, он прекрасно выглядит, даже сейчас, вот в своем возрасте, он там вообще... Ну, для меня, наверное... Форму молодого, да. Для меня, наверное, но для вас, молодой барышни. И сколько вы с ним прожили лет? Восемьдесят половина лет. Девять лет почти. Отдали всю молодость, можно сказать. Ой, не говорите. Юная дева. Ну, чуть-чуть осталось еще. Вы имеете на 60% право. Разводились полюбовно или... Нет, ну, полюбовно, ну как же с таким брачным контрактом можно разводиться? Конечно, пришлось вот так вот, так скажем, похорошим. А уж с такими вот людьми, да, там... А что, можно по-плохому было? То есть, мы так сказали, если не по-хорошему, то по-плохому. Нет, ну он понимал, он же, мы же когда составляли брачный контракт и жили, да, вот, мы же не собирались разводиться. Конечно, в его планы и в мои планы это, в принципе, не входит. А вы знаете, а вы молодец, Ален. Ну, можно сказать, за всех жен отомстили. А вот так ему надо. Вот мне, например, не жалко его ни одной секунды. Так и говорит, да. Вот поэтому сфотографируйте мужчину, повесьте на холодильник вот фотографию Алены. И чтоб каждый раз, проходя мимо в холодильнике, чтобы ваши орешки превращались в изюминки от страха. Спасибо. Супер, супер. И уже ребенок, в общем-то, не помехал. И уже ребенок не помехал. Все отлично. Нормально вообще. Мы совершенно другое, да, девочки. Слушай, да. Вот мужчина, а вот верим потом, а. Женщину, которая любит себя, ей вообще никто не нужен. Вообще ей никто не нужен. А вот его и будет раздирать именно этот момент. Вы же ведь и не хотите замуж, Ален. Нет, нет, я замуж сейчас не хочу на данный момент. Я только сейчас, вот правда, отдыхаю вот от того брака. Еще вот недавно мой бывший муж тут вот нагрянул с подарками на 8 марта. А что подарил? А что подарил? Опять замуж. Вот, сказал меня. Ну, представляете, за одного мужчину, да, вот, Роза, как вы считаете? Выходить так раз замуж. Ну, подарил он там машину, но я как бы не слышу от меня. Подарил, говорю, что? Машину, очевидно. Машину, очевидно, взяла? А что, дуршу не взять? Нет, 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 я сказала, для дочки, правильно? Да, конечно. Что хорошая, вот последняя модель из класса. Пусть дочку возят. Сейчас сидят женщины в трениках. Где-нибудь на Урале. Едят клип, чипсы с пивом. Матерят вас, почем зря. Я знала, Орикочка. Кудры белобрыстые. Вот мне бы так А у нее зубы вставить Времени нет, понимаешь, и денег А тут машину, ну что, для ребенка Временно себя надо находить Молодец, браво Про семейную традицию расскажите, остался один бонус В вашей семье Я даже не знаю, в какой правде Семейные традиции у нас Михаил, у нас есть такая Даже не то, что традиция Женское поколение у нас У нас женщины видят У меня вещи сны, например, через Да, вот, то есть такие вот Как бы вещи, мы всякие видим Она есть новичная, боже, какая прелесть Она сейчас преворажила Особенно считываю информацию Близких людей, да, подруги А номера банковских карт Не считываю? Ну, над этим я работаю, конечно Да ей сами принесут И сами все дадут Ей считывать не надо Я может к ней на консультацию Нет, Рос, это надо было родиться Аленой Ну, вот, как всегда Когда принесут, вон уже и пацаны зарделись И чувствуют себя 11-летним Оживились, Хасим, да, девочки? Оживились, прям глаза горят Я даже не смею спросить А что уже будет у нас на сюрприз? Петь станете? Платье у нее красивое, прическа красивая Симпатичная девушка, но он ей однозначно не нужен По краю льда Бегу туда Где яркий свет, но нет тепла Хорошо поет Так и прежде Пусты надежды Игра цветов Полеты снов Недолюбил мечты Убил Незримым ядом Холодным взглядом Верила я, да любила Думала зря, что забыла Крылья белые Не сумела я Уберечь от огня Верила я, да не знала Что любви было так мало За двоих любя Боли нет, а я Отпускаю тебя Я тебя отпускаю Спасибо, девчонки Забирайте свою подружку Красавицу А мы посплетничаем о вас А вы что скажете, пожалуйста, мальчики? Я скажу, что хорошая девушка Как бы Но здесь не окончены отношения с мужем Или у вас денег не хватит? У меня не хватит По сравнению с ее мужем Будем говорить Будем реалистами Ну так что? Но манит, манит, манит Манит, манит, манит Карусель Как вы считаете, вообще она на самом деле заворожила его? Она же там сверхъестественными способностями обладает Мне кажется, она приворожит кого угодно Такая симпатичная, активная, милая Кукулка Роза А что Роза-то? Вот девушка устроилась как положено Все хорошо у нее Я склонна верить, в конце концов Все по любви Почему бы нет, Тамара? А я хочу сказать, что здесь невероятная совместимость есть Кто бы совмевал? Духовно-душевное взаимопонимание может быть Чем больше люди общаются Здесь так много совпадений Это бывает очень редко Единственное, понимание представления о социальном статусе О браке и вообще о законах жизни У вас абсолютно параллельное Даже противоположное Миш, вот честно ответите на мой вопрос Откровенно Даете слово? Вот если бы сложилась такая ситуация И у вас бы с Аленой начали складываться отношения А тут бы подошел муж к вам Вот с таким предложением Я тебе даю миллион евро, отступись Я бы отступился бы За миллион? Конечно, миллион евро Мы в любом случае вас поддержим А сейчас быстрее, пока кто-нибудь уезжает Первая невеста, вторая и третья Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать решение Михаила Я все-таки выбрал Аленушку Потому что она такая красивая У нас есть пара Михаила и Алена Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи Спасибо Я всего, мне 21 год Работаю водителем автобуса Развожу немецких дубов Люблю готовить, фотографировать И оттенны в отдых Ищу девушку от 20 до 30 Среднего телосложения Которая будет обо мне заботиться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин